МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинске и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Шахтеры Южно-Жизказганского рудника корпорации Казахмыс требуют увеличения заработной платы на 70%. 30 ноября горники вышли на акцию протеста. В разрешении трудового конфликта задействованы областные власти. Черная икра и свежая осетрина к праздничному столу. Карагандинская рыбная ферма готова обеспечить деликатесами жителей области. С работой рыбной фермы ознакомился Акимобласти Ирлан Кушанов. Потребители чаще всего обвешивают при покупке продуктов питания и строительных материалов. Департамент Комитета технического регулирования озвучил результаты проверок. Повышение заработной платы на 70%. Бесплатные санатории для работников, а также встреча с главой компании. Это лишь малая часть требований, с которыми шахтеры Южно-Жизказганского рудника корпорации Казахмыс вышли на акцию протеста. Среди нас есть и молодые, и старые. Когда-нибудь этот день настанет для каждого из нас. Работники, которые уходят на пенсию, получают лишь 10-12% от средней заработной платы. Разве 25-30 лет службы испорченного здоровья оцениваются такой незначительной суммой? 30 ноября в сети стали появляться видеоролики от садпаевских шахтеров. Рабочие собрались на территории административного корпуса компаний в городе Садпаеве Карагандинской области и потребовали от руководства улучшения условий труда. В частности, они требуют повышения зарплаты на 70%. Рабочим с 20-летним стажем работы просят увеличить пенсионные выплаты от зарплаты на 30%. Также они требуют, чтобы для рабочих Казахмыса курортно-оздоровительный санаторий был бесплатным. На встречу с разгневанными шахтерами вышел генеральный директор Бахтиар Крыгпышев. Он заявил, что на 70% зарплату никто не поднимет. Не хотите работать – не работайте, заявил гендиректор Крыгпышев. Горняки заявили, что будут идти до конца. Конструктивного диалога не получилось. Как сообщили в пресс-службе Акимата Карагандинской области, представители руководства Акиматов области города Сатпаев, руководство компании находится на месте. Идет переговорный процесс. По словам пресс-службы, ситуация находится под контролем. Ближе к вечеру пресс-служба корпорации «Казахмыс» распространила сообщение, что трудовой спор урегулирован. Каких-либо подробностей пока не сообщается. Мирамгус Алкимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Казахстане участились случаи отстрела сайгаков. Последний из них произошел в нашем регионе. 27 ноября у села Улутау сотрудники природоохранной полиции задержали трех мужчин. В машине были обнаружены туши дикого животного, а также огнестрельное оружие. 27 ноября на автодороге Есельжес-Казган-Петропавловск с сотрудниками местной полицейской службы была остановлена автомашина «Нива», в которой находились трое мужчин. Сотрудниками следственно-оперативной группы ОВД Улутауского района был проведен осмотр, в ходе которого полицейскими были изъяты две туши сайги, нож, патроны и незарегистрированное ружье 12-го калибра. Мужчины признались в проведении незаконной охоты. В их отношении проводится досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Департамента внутренних дел Карагандинской области. При проведении рейдовых мероприятий сотрудниками природоохранной полиции Карагандинской области были задержаны трое мужчин за незаконную охоту на сайгаков. Сейчас по данному факту ведется расследование. Напомним, что согласно постановлению правительства Республики Казахстан от 25 июля 2012 года введен запрет на пользование сайгаками, их частями и дереватами на всей территории Республики до 2020 года. Между тем, новая редакция статьи 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан теперь гласит «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных или их частей и дериватов наказывается штрафом в размере до 3000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок». Карагандинская рыбная ферма – одно из первых в Казахстане запускает икорное производство. Помимо птицефабрики, в минувшую среду Акимобласти Ерлан Кушанов посетил и рыбную ферму «Караганда-Осетр». Глава региона ознакомился с деталями и перспективами производства. Строительство фермы началось в 2014 году. Предприниматель Дмитрий Обильдин сумел построить свой бизнес с нуля. Сегодня его предприятие обладает большим потенциалом. Дмитрий выращивает легендарного сибирского осетра, который славится не только вкусным мясом, но и ценной черной икрой. Если раньше ферма была рассчитана лишь на получение мяса, то в нынешнее время «Караганда-Осетр» запускает икорное производство. В 2019 году на прилавках магазинов появится первая партия. «Вот видите, как они активны. Получается, у нас сейчас немножко проект поменяется. Мы будем одной из сервисов артезианской компании, которая будет обеспечивать... Мы сейчас найдем их на пищевую переходит. В 2019 году у нас уже первая партия будет. На рыбной ферме используется технология замкнутого водоснабжения, которая позволяет не менять воду постоянно, а очищать ее. В селе Уштобе, где расположена ферма, неглубоко расположены артезианские воды, которые, по словам предпринимателя, самые чистые во всем регионе. Это и было решающим фактором при выборе места строительства. На данный момент ферма «Караганда-Осетр» заняла свою нишу на рынке Казахстана. Теперь им предстоит освоить икорное производство. Дмитрий Абильдин уверен, в скором времени их продукция составит конкуренцию зарубежным изделиям. С течением благоприятных определенных факторов, именно технологических, климатических, качества наших артезианских вод. Есть мнение авторитетных российских рыбоводов, что у нас очень хорошие показатели, чтобы переходить на икорное производство. С тем учетом, что у нас в Казахстане отсутствует осетровая черная икра «Мэйдин Казахстан». Есть астраханская икра, есть немецкая икра различных производителей. Есть всем известная браконьерская икра. То есть мы сейчас себе ставим целью переход на икорное производство, на получение именно пищевой икры осетровых пород. Примерно в 2019 году выйдем на проектную мощность. Среди потребителей бытует ошибочное мнение, что рыба, выращенная на ферме, не такая же вкусная, как рыба, выросшая в натуральной среде. Однако предприниматель заявляет, здесь для рыб созданы санаторные условия, поэтому чувствуют они себя хорошо. Технология замкнутого водоснабжения не влияет на вкус и качество мяса, а икра будет добываться прижизненным методом доения. Тухжи Анлянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинских студентов и школьников проверили на знания биографии Ельбасы. В спорткомплексе имени Серикасапиева состоялся медиапроект «Наш лидер, наша сила», в ходе которого организаторы провели викторину среди представителей молодого поколения. Мероприятие посетили Аким города Нурланов-Бакиров и украинский тренер президента по борьбе Лев Ижевский. Во всех уголках страны начали праздновать день первого президента. Карагандинская молодежь одной из первых отметила это радостное событие. В спорткомплексе имени Серикасапиева собрались представители высших и средних учебных заведений региона. Сформированные команды приняли участие в интеллектуальном конкурсе. Сегодня среди молодежи собралась именно интеллектуальная молодежь, так как сегодня будут проводиться интерактивные конкурсы, именно игры, и где будет некий интеллектуальный конкурс среди молодежи, где будут задаваться вопросы именно касающиеся данной тематики. Сегодня пригласили мы из соратников президента на данное мероприятие. Среди почетных гостей мероприятия заслуженный тренер Казахстана и Украины Лев Ижевский. За время пребывания на поприще тренера он подготовил свыше 25 мастеров спорта, одним из которых является Нурсултан Назарбаев. Лучше воспитать одного президента, чем 20 спортсменов, гласит знаменитая шутка тренера. Он рассказал журналистам о том, как впервые встретил тогда еще юного борца и поверил в его светлое будущее. Ну, как я вам сказать, я говорю, что если казах, мальчик рождается, он уже полез. Так же, врожденные борцы. Вот и он, так же крепкий был, отец его немножко так подкачивал по-другому, и он уже пришел такой физически хороший. Ну, а мне осталось только доработать и сделать с него мастер. Вот только и все. С тех пор мы дружим, каждый год я бываю у него на дне рождения, приглашает он меня. Вот, встречаемся. И такого человека в жизни я никогда не встречал. В этот славный праздник поздравили и ветеранов. Талантливые юноши и девушки устроили красочное шоу, разбавив программу танцевальными и вокальными выступлениями. Одним словом, медиапроект «Наш лидер, наша сила» стал отличным началом череды праздничных мероприятий, возродив патриотический дух молодого поколения. Республика Казахстана состоялась как страна динамичной экономикой и стабильной политической системой. Этими достижениями мы заслуженно гордимся. 2017 год для всех казахстанцев полон знаменательных событий и ювелирейных дар, которые способствуют укреплению мира, единства и коллегантности. Празднуя день первого президента, мы выражаем особые слова благодарности и уважения по султану Алису Сумазарбайу, его выдающимся историческим заслугам, становлению и развитию нашей страны. Я уверен, что мы, караганинцы, приложим все усилия, чтобы вывести наш Казахстан на новые убежи развития. ТОХЖАН ЛЯНОВО, ЖАСЛАН МАКУЛБЕКОВ, АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВ, ПЕРВЫЙ КАРАГАНДИНСКИЙ Казахстанцы шестой год подряд отмечают праздник День первого президента. В первый день декабря во всех уголках республики люди чествуют Ельбасы. В этом году жителей шахтерской столицы ждет насыщенная праздничная программа. В праздничный день 1 декабря состоится городской конкурс за вклад в развитие города «За Мандас», который продолжится праздничной программой «Тауэльс из Ельденкуш по шоссе». С менее яркой праздничной программой распахнет свои двери дворец культуры железнодорожников. Для любителей спорта предусмотрены зрелищные состязания. Девятая международная научно-практическая конференция состоялась в Тимиртау в Государственном индустриальном университете. На конференции обсудили новые концепции и современные решения в реализации третьей модернизации Казахстана. Кроме того, в университете отметили 50-летний юбилей, выпуск 1967 года. Это год выпуска первого президента. В работе конференции принял участие Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов. Для любого высшего учебного заведения большая честь, когда из его стен выходят будущие президенты. У Тимиртауского в Туза особая история. Этот университет стал альма-матер для человека, с чьим именем связана независимость Казахстана. С первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. Это в своей приветственной речи отметил Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов. Не только университет, все жители Карагандинской области гордятся тем, что здесь начинал свою трудовую и политическую карьеру наш президент. Так получилось, что конференция проходит канун прекрасного праздника, дня первого президента. Мы уже начали отмечать не так давно данный праздник, но этот праздник он уже полюбился всем казахстанцам. И это объяснимо. Лучшие достижения нашей страны мы связываем именем главы нашего государства. Почетным гостем конференции стал министр образования и науки Ирлан Сагадиев. Он зачитал текст приветствия от имени президента страны. Министр также отметил, что мы являемся свидетелями строительства нового государства. Как раньше говорили, ударными темпами строится независимый Казахстан. И жизнь каждый год, каждый месяц глобальные изменения, экономические изменения ставят перед нами, как государство, новые задачи, более сложные. И очень приятно, что соратники, главы государства, ученики этого университета и коллектив этого университета с этими задачами справляется, справлялся. И мы надеемся, всегда будет успешно справляться. Всех я вас поздравляю. Желаю удачи и хороших недельниц. Спасибо. Почетными гостями конференции стали сокурсники главы государства. Те, кто 50 лет назад закончил темиртауский фтус. В работе пленарного заседания также приняли участие соратники главы государства, ученые из Германии, России, Монголии и другие известные представители научного мира. Ученые и производственники обсудили перспективные направления науки и ее интеграцию с производством для развития металлургического комплекса страны. Коллектив карагандистского металлургического комбината, компания «Арслов Нидал Тимиртау», всегда чувствует заботу и интерес главы государства к тому, что происходит на комбинате, на металлургическом комбинате. Достаточно сказать, что за последние 20 лет глава государства лично принимал объекты после модернизации, но мы по введению новых технологий. Ключевой задачей конференции стал поиск решений по повышению качества специалистов в сфере техники и технологий и подготовки инженеров для реализации элементов программы «Индустрия 4.0». В сборник материалов конференции вошли статьи ведущих ученых и специалистов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, связанных с разработками инновационных и наукоемких технологий в области металлургии и технологии обработки металлов давлением, экологии и защиты окружающей среды, повышением качества подготовки конкурентоспособных специалистов. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В 37 торговых организациях Карагандинской области установлены нарушения законодательства об обеспечении единства измерений. Иначе говоря, покупатели попросту обвешивали. Об этом в ходе брифинга в региональной службе рассказал руководитель Департамента технического регулирования. В ходе проверки предприятий, которые осуществляют деятельность в сфере оптово-розничной реализации, выявлены факты недовеса продукции. К примеру, указанная информация на маркировке о массе нет, то в 16 партиях строительной и пищевой продукции не соответствовали их фактическому весу. На предприятиях мы отбирали продукцию по пищевой продукции, строительную продукцию, продукцию бытовой химии. Мы отбирали их на основе оценки степени рисков. Данные предприятия тоже подвергались проверке до этого, в 2016 году. Но надо отметить, что по данному вопросу данные предприятия выполняют свои требования. Все предприятия были привлечены к административной ответственности, где были выявлены нарушения. По 16 партиям мы дали запрет на реализацию данной продукции до полного устранения. Работа в данном направлении нам не продолжаться будет и в 2018 году. Так что мы этот вопрос на особом контроле держим. Все это сделано, чтобы избежать обмана потребителей. По административным материалам, межрайонным административным судом наложены штрафы в размере около полутора миллионов тенге. Нарушения обнаруживались не только участников, но и в государственных учреждениях. В частности, в 14 казенных государственных предприятиях обнаружены средства измерения, не прошедшие своевременную проверку. Совместно с прокуратурами города Шахтинск, города Сарань, города Тимиртау, Октябрьского района, города Караганды, главной транспортной прокуратуры и прокуратуры Центрального региона по постановлениям производства и проверки было принято участие в проверке 39 организаций. В 37 установлено нарушение законодательства обеспечения единства измерений. По представлению об устранении нарушения законности за нарушение в области обеспечения единства измерений наложены штрафы на сумму 2 миллиона 212 тысяч тенге. В целом, по результатам проверок, выданы предписания на запрет использования около 500 единиц, непригодных к применению средств измерения. Запрещена реализация 16 партий продукции, не соответствующей фактическому весу. Андрей Тенжес, Улан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» едва не упустил победу над Южным Уралом. Лишь в серии булитов карагандинцы смогли одолеть соперника со счетом 3-2. Матч состоялся 29 ноября в Ледовом дворце Караганда-Арена. В хоккее все возможно, и даже середнячок может победить лидера. Именно так едва не произошло в домашнем матче карагандинского клуба «Сарарка» с командой «Южный Урал» из Орска. На шестой минуте первого периода Айрат Зиязов открыл счет 1-0. Во второй 20-минутке Даниил Ердаков из «Сарарки» удвоил преимущество хозяев 2-0. В третьем отрезке хоккейсты Южного Урала вывели игру в овертайм, который остался безголевым. В серии буллитов победа досталась карагандинцам. Финальную шайбу в ворота соперников забросил Ренат Сафин. Очень волновался, честное слово, перед буллитом, потому что как бы по накалу матч такой был, ну, хороший по накалу. И бить буллит, когда 5-5, ну, все-таки очень волновался. Ну, очень на что забил. И Олег Ломака, конечно, Олег просто тоже мастер и забил такой буллит молодчик тоже. И вся команда у нас. Каждый друг за друга отрабатывает. У нас все, каждого, ну, не выделяя, все молодцы. Все отлично сыграли. В целом, матч получился интересным и напряженным. Это подтвердили и главные тренеры команд на послематчевой пресс-конференции. Хороший боевой матч получился зрелищный. Я думаю, что по речкам такие матчи нравятся. И сегодня по разным причинам засчитались 5 игроков основного состава. Потро, Мерсов, Глуболей. Но, тем не менее, ребята, которые их заменились, они со своей задачей справились. Мы сегодня показали хорошие командные действия. Пропустили два гола, но это скорее следствие индивидуальных ошибок. А именно, как команда, мы сыграли сегодня здорово. И в обороне, и нашли в себе силы за счет 0-2 отыграться. Но, к сожалению, буллиты нам пока в последнее время не везет. Соглашусь с Евгением Александровичем. Игра такая была сближенная, интересная. С нашей стороны, наверное, это лучшая игра была. Последняя игра. Какая была целостность по всех. Линия атаки, линия обороны. Чуть, наверное, местами инициативы была на нашей стороне чуть больше. Ну, Гудгол второй дал шанс еще сопернику. И своими удалениями, последние удаления, конечно, нельзя такое выпускать. Тоже дали шанс сопернику, воспользовался соперником. И такая вот интрига. Тем временем домашняя серия игр Сараарки продолжается. 1 декабря карагандинские хоккеисты сыграют с Челябинским Челметом. Начало матча в 17 часов. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, приятных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин